Василию Покатило 70 лет. Всю жизнь он проработал с лесарем на одном из запорожских предприятий. Вырастил троих дочерей. Семья очень встревожилась, когда отец стал жаловаться на потерю зрения. Где-то полгода назад совсем сказал, что все в тумане видят. У нас дочек моих, меня видят в тумане. Я ему предложила сходить в больницу, проверить зрение. Там нам сказали, что можно сделать еще операцию. И мы пришли на прием к заведующему. Ежегодно только в отделении микрохирургии глаза 9-й городской клинической больницы проводится более 2000 операций по лечению катаракты, глаукомы и других глазных заболеваний. Нередко пациенты приходят с запущенными случаями. Они требуют сложных оперативных вмешательств. Многих останавливает страх перед болью. На сегодняшний день технологии и методики таковы, что операция по поводу катаракты, излечения от катаракты, она практически проводится уже на амбулаторном уровне. Сейчас человек фактически не испытывает никаких болевых ощущений. Очень боялся операции по удалению катаракты и Василий. Здесь операция. Операция продлилась 15 минут. Удачно все. Было очень волнительно, конечно. Переживали. Вдруг совсем не будет этим глазом видеть. Ну, слава Богу. Сегодня четвертый день. Зрение восстановилось. Видят последнюю строчку. Если катаракту, помутнение хрусталика можно обнаружить и вылечить на ранних стадиях, то глоукому, повреждение зрительного нерва вследствие повышенного внутриглазного давления пока можно только остановить с помощью специальной лекарственной терапии. И чем раньше начато лечение, тем лучше будет результат, говорят медики. В 40-летнем возрасте каждому человеку желательно мерить хотя бы раз в год, при условии, что он не имеет никаких жалоб, мерить хотя бы внутриглазное давление. Вот это было бы, пожалуй, основным критерием для того, чтобы не развивалась эта патология. И неожиданно она не возникала, и потом не было больших проблем из-за нее. Галина Знаменская, Иван Демяненко, ТВ5.